здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко продолжается наше новогоднее настроение и сегодня у нас будет программа посвящена теме новогодних игрушек всего того что связано с новогодней мишурой совсем тем что сегодня мы с вами можем приобрести но обновляя свои старые игрушки со старыми иногда мы расстаемся но есть игрушки от бабушек и дедушек от прабабушек и от прадедушек и вообще непонятно откуда они еще хранятся каких-то стареньких ящичках которые тоже хочется достать и повесить на елку в общем обо всем этом мы поговорим с нашей постоянной гости которые часто бывают у нас в программе вот в этом уже наступившем 2023 году наталья александровна степанова главный хранитель фондов муниципального учреждения культуры музейно-выставочный комплекс городского круга люберцы пришла к нам в гости здравствуйте с новым годом вас вас скажите вас елка стоит дома конечно стоит аж там какие игрушки нога у нас дома два кота и собака овчарка понятно что это елки покупные которые уже вмонтированы эти игрушки потому что мы ставили не один раз это каждый раз была трагедия потому что через пять минут они были на полу эти лапками лапками все там уже вот это но я помню что у меня тоже когда был маленький всегда были коты и папа эту елку она прямо на распорках таких стояла но все равно он находил возможность и прыгал на эту игрушку про игрушка прыгала вниз и так далее конечно же эта тема а сегодня мы говорить о старых игрушках почему-то разбивались до самые красивые как разорвали дорогие сердце вот давайте мы сначала начнем так как мы сегодня говорим в руб кстати уже елки-то давно украшена мы вот решили после нового года вернуться к этой теме какой вообще смысл игрушек то есть во первых начнем с елки на которой вдруг появились игрушки потому что там же сначала что-то с едой было связано а теперь мы просто вешаем какие-то иногда как вы говорите впаянные уже игрушки но если говорить об игрушках и вообще о дереве которые украшают это неважно елка у нас эту ель ель потому что она зеленая где-то это пальма где-то это персиковое дерево нужно говорить просто о дереве которые украшали дерево это как символ жизни это это друиды это древние люди которые замаливали богов и они подходили к дереву как символу жизни потому что дерево она умирает и листву сбрасывает и вдруг ни с того ни сего расцветает снова дает плоды и это дерево уже снова живет то есть вот символ вечной жизни и вот они украшали именно себе зеленое уже дерево красиво украшали продуктами питания вот задавливая богов чтобы все было хорошо и никогда древние люди эту елку или там дерево не приносили в дом как можно убить как можно убить символ вечной жизни это было выйти дайте выйти из изначально это было именно так выходили вот и кому-то потом видео в голову пришла идея что раз мы не можем пойти к елке то давайте мы елку принесем вообще вот мы сейчас когда начнем рассказывать историю игрушек как это все появлялось это же такая прикладная история да потому что когда у человека сегодня есть дача или собственный дом у него наверняка там елочка все таки предусмотрено ну хоть какая ну да когда он вместе семьей с друзьями да мы знаем что например московской области снять домик на новый год это сегодня можно три раза куда-нибудь за границу съездить вот но смысл в том что выходить выходят и это так красиво елка у тебя все красиво но все равно даже при наличие елки у себя во дворе при усадебном хозяйстве все равно ставят еще дома например искусственно но все равно речь идет о прикладном неком механизме когда елка появилась мало того мы же еще помним я по крайней мере что у нас елка не просто ставилась на какие-то распорки а еще бралась ведро ведро значит туда песочек земля там зависимая сначала была земля чтобы она как-то еще жила чтобы они желтела сразу был мокрый песок да потом уже мокрый песок вот а потом уже и это перестали делать потому что что там 10 дней постоять елкой выбросит и так мы говорим сегодня об игрушках то есть дерево есть друиды есть как игрушки появления есть это конечно если говорить о европе это конечно германия это германия в которой все это началось они тоже они изначально тоже но это вся та самая про традиция задобрения богов вот но это елка она была символ рождества и опять же нужно прийти к началу нашего дуста нашей от рождества христова нашего нашего времени это вернуться к нашему деду морозу откуда он то взялся изначально это был все-таки он это же это николай чудотворец это совершенно реальная личность он все же не дарил он серьезно давал особенно маленьким детям особенно обездоленных детям все время что-то им дарил это была тайна скрыта чтобы они жили с ощущением какого-то чуда в душе до что вот они не заброшены и когда он ушел из жизни то кто его был поклонник и все сдали что что он сделал он же потом был возведен в лик святых и уже тогда практически вся европа перешла на то чтобы дарить своим детям подарки на как раз на николаю тут николу зимника это подарка когда когда вручается на детям и на детям чулочек чего чулочек потом да да и вот это все пошло туда сначала были подарки вот потом вернулась елка как символ радости потому что когда а со временем это все сразу перешло в рождество то есть 19 декабря на 25 декабря перешло да то все веками веками и вот 25 декабря у них наряжала как раз вот в в мире вот в европейском елка а у нас елку наряжали накануне то есть она стояла всего лишь одну ночь накануне точно в сочельник 24 декабря у нас наряжали елку а потом это такое таинство тоже за это причем когда я наряжали чтобы дети не видели идет где закрывали все двери дети это для них для них это был праздник для детей такой потому что вот в мире католиков но у них у нас главная пасха до возрождение души а у них рождение христа вот это вот рождество вот они главный это праздник ну неважно мы говорим о германии германии конечно украшали всегда приняли это принцип украшали всегда яблоками но в 1848 году то германии был не урожай яблок плохая погода в общем не урожай почему эти яблоками потому что но яблоки они довольно долго хранятся и они успевали еще это связано тоже с адамом с евой связан с этими с на елке да да это символ много чего и урожайности там хлебосольности и достатка именно только яблоки вот и все ну и фонариков естественно тоже не было потому что жариков не было до фонариков еще вообще свечи еще по мне это свечи были специальных стаканах это тоже когда уже потом так вот яблоки 1848 год яблоки не урожай и тут же стеклодовые германии придумали выдувать эти подобие яблок казалось бы да просто толстое стекло она была 7 миллиметров я я ну такой игрушку держала в руках как вот музейный работник у меня на 100 руки да прямо вот она была как раз 1850 года до хранится просто там семья свой она как как бриллиант и вот но из поколения в поколение передаем то есть довольно тяжелая да и если вот и когда к нам пришла елка у нас в санкт-петербурге жило много немцев и они вот там было и его я известно что все наши императрицы были потом уже последующие они были немецких ранее это все как то есть из дворцов из дворцов с петербурге пошло богатых домах изначально в екатеринговский вокзал поставили общественная елка была впервые до середины 19 века потом уже по по домам и вот я буду наряжалась елка и к это эту елку нарядить игрушками вот этими стеклянными было ну только но самые богатые могли потому что по нашему пониманию сегодняшнему вот такой шарик стоит как сегодня купить автомобиль это невозможно ведь невозможные деньги поэтому наши русские люди они что же они же тоже хотели праздник своим детям думали совершенно другие замены до орехи и закон такой был орехов должно быть не менее чем 8 килограмм 8 грецкие большие грецкие орехи их заворачивали в потале это такая вот такой сплав некий металла это это цвет на этом золотые они были середины решили к плюс ко всему пряники и пряники тоже некоторые заворачивали некоторые так развешивали обязательно пряники вот и это было вот елка все увешано было именно едой и когда детей вот в эту самую загадочную звезду когда уже все зажигалось она наверху и конечно вифлеемская издамы на 6 лучей вот и когда дети запускали всех детей а запускали потому что же все же верующие были верили вот такой вот и в этого никогда чудотворцы который отдавал поэтому по каждом богатом доме на это в этот момент созывались все бедные дети которые были в округе плюс ко всему конечно сидеть прислуги все абсолютно и вот в определенный момент им давали на эту елку к этой елке подойти ее объесть они объедали ее вправо моментально это елка тоже потом ее дворник тут же в эту ночь выносил вот сначала конечно там были песни стихи и вот они хороводы водили какой-то сказочность какая-то потом все обедали он владел и тут же ее утилизировал там не знаю куда вот все вот на другой день уже в елке не было это была одна только ночь и это надо съесть но на елке стояли свечи эти свечи горели и конечно рядом с каждой елкой обязательно стоял человек со специально такой палкой с которой вот гасит он с влагой эти свечи то есть чтобы не было пожара они были специальных стаканах а зачем елочка подсвечилась то зачем а сказочность потому что на улице это был и не который сверкал а дома его не было и сразу придумали следу который блестит все не сразу в общем это вот свечи и еще к тому время я так понимаю не было никаких вот гирлянда гирлянда ничуть гирлянда в первую гирлянду придумал ученик эдисона то да он был талантливый у него были дети им хотелось порадовать он и сделала три обыкновенной лампочки сцепил три цвета покрасил и вот эта гирлянда сама по себе стоила огромных денег и их стали делать но их не покупали их брали на прокат вот они погорит этот один день одну ночь вот она и обратно стартом еще вот во второй части будем говорить об игрушках и будем говорить тоже о лампочках что точно помню что это было вообще 70 80-е годы тоже сейчас приходишь их миллион этих ламп для а это был такой дефицит я помню что папа доставал значит такой ящичек с этими лампами и прямо вот над ними все потому что это такое чудо было это вам поговорим про чайном мире потому что мама делала то же самое вернемся к значит свечи понятно елку утилизировали елка служила одну ночь да вот я говорю что такие вот объем обертки они были крайне ядовиты при свете при этом прижат жара свечей все это капало и со свечей капало и дети когда все это съедали они конечно получали ну не все может быть но многие легкое отравление это пока они поняли что не надо этого делать и стали заменять вообще съедобные продукты на несъедобные украшения украшать хотелось бы и тогда та же германия умницы они придумали вот кстати вот шарик да вот это как бы прообраз яблока это понятно что шарик это сегодня но но сам факт что вот представьте себе этот шарик толщина стекла 7 миллиметров это в чажесть какая и просто белый все и больше и стоил огромных денег да это то есть даже под яблоко его не раскрашивали стеклодовый дело потом уже со временем все придумали и раскрашивать и фосфором покрывать вот но в дрездене тоже немцы придумали вот такие игрушки потому что невозможно было вот это смотреть как дети от отравляются этими пряниками называется дрезденский картон аж его многие называют картон аж но как-то не я думаю все таки это картон аж это просто выпуклый картон в двух сторон двухсторонний до покрыть его цветной вот так какой-то не знаю что это за покрытие вот я обожала когда мне было пять лет я замиранием сердца у нас было все что хотите птички рыбки вот тогда золотые бабочки цветы этот это я обожала что они не бились и сюда весь низ потому что дети маленькие было решено вот этим я ходила как-то в царстве каком-то сказочном вот дрезденский так потом этот картон аж стали делать везде и в европе у нас в стране в россии маленькие артели которые перед самым новым годом собирались до них делали 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 потом начали сходились по своим делам и следующий год снова собирались делали определенную партию давайте мы сейчас делаем небольшую паузу потому что мы переходим в мир сказок в мир игрушек здесь их много кстати сразу же скажу что над александр принесла это не просто какие-то как сегодня говорят копии кроме вот этого синего шарика который кстати мы сняли с наших елок для того чтобы сравнить а это реальные игрушки из прошлого и о каждой игрушке мы расскажем во второй части нашей программы напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях главный хранитель фондов муниципального учреждения культуры музейно-выставочный комплекс городского круга люберцы наталья александра степанова и мы начали уже рассказ об игрушках которые находятся здесь нашей студии музей приехал к нам в гости вот это экспонаты и я сразу же сказал надо александр а я многие игрушки помню она горит а сколько же вам лет что вы их помните а потому что многие игрушки вот что-то беленькое лежит точно у нас такой был снеговик ли кто там снеговик точно такой был или его уже как бы сейчас подойдем да 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 то есть это та история которая хранится в семье и они лежат мне кажется до сих пор там если поискать что-то на найти и многие из них слава богу еще живы эти игрушки так вот мы начали с того что появились шары которые заменяли яблоки до появились другие игрушки которые потихоньку стали выжить и снять из елки и еду до от опасно для детей мало того они вы тоже на на к этому подойдем многие игрушки тоже удивляются почему там есть бананы клубника это 50-го релида двадцатого века когда поняли что еда возвращается но только уже в другом варианте это уже не съедобная еда вот у вас другое время и вот когда картонаж вот у как бы уже заполонил чего-то новенького захотелось на смену пришла вата посмотрите какая прелесть тут конечно веревочка это лебедь летит да это игрушка из ваты вот она уже блестит она уже покрыта это вот а знаменитая фраза дед мороз борода из ваты деда мороз тоже был и ватные так же ватные были деда дома такой есть это бы деда морозов он прям больше 70 лет которые у меня дома стоит и работает до сих пор да я его от котиков спрятала но он у меня дома так вот бата все что угодно опять же яблоки и вишни сливы каких только не пингвины клоуны балерины в общем любые образы из ваты это было чудо никогда не забуду у меня дома висел клоун который был каком-то таком кружочки он и он еще качался там кружочек сам по себе и этот ватный клоун это какая-то была даже конструкция такая инженерная свобода ну да просто подходишь они все они все дышали вот этого гироскоп такой вот этого то это конечно вот огромное было как производство такое она пропитанная вата она наверное не горела потому что свечи то все равно были ну я не знаю чем она пропитана она покрыта лак облак уже горит я не знаю я не знаю мы не говорим сегодня жарим и всегда на газе на жары были конечно где-то там как и без всякое случается но мы говорим о счастье так как вот новый год как раз и дети когда приходили и хотелось им быть красивыми первые костюмы которые ребенок на себя надел это были девочки как вы думаете какой у них был костюм у девочек у всех поголовно одинаковый но только разный а суть одинаковая тем кого они превращались ой какой-то вручку на нет снегурочек даже близко не было вообще-то 19 века вторая половина снежинки снежинки а мальчики все поголовно были клоуны этот просто вот это то есть это был новогодний костюм а я вот жил в эпоху уже когда все мальчики я в том числе были кроликами кстати в наш год кролика как раз можно вернуться да я точно у меня есть фотографию вот причем все стоят детском саду все с таким вид видимо что мы репетировали я думаю что все таки это были зайчики да ну зайчик кролик до зайчики на были да давайте идем дальше какие нас дальше игрушки есть зайчики опомните стихи в детском саду ты что ты делаешь здесь тепло и сухо волка нет и дает морковку на обед это в детском саду в моей ночи так вата и началась первая мировая война и вот этот вот границы веков когда век сменился кто-то просто был бум и елки потому что это таинство ушло когда закрывались и двери елку наряжали никого не подпускали все это было семейный праздник который готовился заранее садились набрали бумагу продавались целые учебные пособия как сделать игрушки своими руками чтобы разнообразить это очень объединяло семью детей в общем это было это было счастье и вот да буквально до первой мировой войны это просто процветала когда делали сами и наряжали йогу сами это елка стояла не один день и заранее в общем это все уже был праздником началась первая мировая война у нас в россии в кляну была некая фабрика которая там были стеклодовый который выдували всякие пузырьки для аптек но там знаете стеклянные вещи там все что нужно для медицины вот и у нас были пленные немцы и вот они каким-то образом попали эти плены немцы в клиноне там работали они пришли на этот завод и там может они там работали можно и что-то и посмотрели смотря объwurf научились но эту очередь вот эти бусы вы понимаете это изумительная вещь они научились давать бусы да-да вот эти вот �市лены вот эти стеклянные бусинки стекляруса да и вот эти вот шарики бусинки сами и вот эти бусы я вам скажу это пока их можно как-то заглаза баришка но они конечно музейный фонд вот вот эти бусы до военные то есть до великой отечественной войны это наши клинские вот и до сих пор фабрика елочка который там существует она до сих пор делает эти бусы я никогда не забуду когда была маленькая стала что-то понимать это конец 50-х годов я увидела впервые когда эту елку она была я игрушек не видела я увидел отец ярус вот эти бусы так весь это какая красота они сверкали они завораживали но вот здесь бусы они конечно уже как вам сказать ну реанимирована немножко каждая бусинка в каждую их каждый стекляр с вот это была вставлена металлическая проволочка и они все сцеплялись как вот значит и колечками они все сцеплялись вот там был металл проволока и они поэтому были такие долговечные это уже конечно проволока видимо со временем уже вот так что это моя мои любимые бусы я они сейчас лежат у нас на выставке я оттуда достала принесла сюда специально для нас так идем дальше идем дальше а вот теперь смотрите все что да вот это конечно звезда это уже советский период потому что советский период это отдельная тема но опять же смотрите или элементы-то какие-то стеклодувает опять же те самые бусы опять вот металл до связка но пока даже отсыл кремлевской звезде до рубиновые звезды кстати она не дешево стоила вот это макушка но давайте поговорим о верхушках изначально конечно была бифлеемская звезда в первую мировую войну германии верхушки стали украшать по-другому вот этим вам ничего это не напоминает тут конечно украшение издавленность да такая некая новогодний сначала были такие это пика на каске немецких солдат первой мировой вот так страна решила поддержать своих героев вот это у них было на на голове то есть это имитация вот этой пике потом они конечно стали сам разнообразные тут стали делать такие вот проволочки там колокольчики всякие головки все что угодно как бы немножко от войны отойти но это сохранили наши переняли только с обязательным украшением внутри да вот вдавленность но и там было ты может три яруса боишьку сколько угодно вот это я так что в мое время детская 80-е годы верхушка это самый дефицитный дефицитная игрушка на елку вот это возможно это я полагаю что-то начало 60-х потому что очень похоже вообще по истории вообще по и по елочным игрушкам я могу рассказать историю нашей страны покажите мне любой игрушки когда она сделана и почему это долго формат передачи не позволяет но тем не менее тем более время сбежит знаю что там вот вот те игрушки боковые или как они правильно называются на прищепке на прищепках да так вот так много много да во первых и обезьянки и люди и ну скажем так церковь была делена государства после революции семнадцатого года и в этот праздник рождество как таковой ушел а нового года такого как такового тоже не было церковь была делена государства и а дети нуждались праздники и когда в 1935 году в декабре коммунист постышев написал но тут конечно по заданию партии статью в газете правда чтобы должны делать праздник детям что 1 января 36 года будет елка то есть ее разрешили раньше гоняли комсомольцев если они где-то там чего-то в деревнях какую-то елочку свадьба лежали это было а тут стали и вот как раз начиная с 36 года появились игрушки вот эти 30 особенно 38 39 на прищепках это было изобретением такое я не думаю что это они придумали сами откуда-то выдели вот пути мне мне повторили и стали делать образы любые снеговики и деды морозы и любые там и восточные в этим но и новый способ крепления он очень удобно и на желание до веревочки они стоят и они стабильный как злой смартфон красота просто у меня от каких только не было в действии цыплят и кого только не было я на я прямо бы обожала их вот каждый год в 100 становясь старше на год с каким-то внутренним благоговением и доставлять игрушки в общем это конец пятидесятых потом началась война войну думать и его к не было еще как были это как раз поддерживал даже к открытке с дедом морозом издавались дед мороз автоматом то есть это все было для для победы и вот когда наряжали елку а игрушек не было это как вы думаете что вешать на елку под приставить представьте себе вот что можно патроны гильзи погоны избежавая из бинтов какие-то снежинки из бинтов все равно было это было ощущение да это было ощущение праздника первый новый год 1 января 46 года после победы у нас две игрушки есть я не посмел достать из витрины которые висели сделаны были своими руками были повешены две одна из бумаги бабочка другая матрешка другая игрушка такая куколка очень вот и висела на елке в сорок шестом году у нас любит тогда вот и дальше пятьдесят третьем году появилась ёлка 1 большая в кремле такая официально 53 году и вот тогда пошел бум от этих игрушек и из германии потекли рекой потому что из гдр и мы виду выводил коробки были задумали статистическим там были до из гдр там были такие вот ячейки все лежали игрушку рать вот какая красота у нас было три коробки мама не разрешала даже прикасаться я сама тончайшие шары стекло вообще но это была сказка и как раз вернулись вот эти прищепки этот же вышел фильм про карнавальная ночь до песенка про пять минут это будильник любые часы без пяти двенадцать начиная с пятьдесят шестого года массово стали делать и делают по моему до сих пор часы и будильники без пяти двенадцать и избушки там были дарим избушка такие избушки занесенный снегом у нас остается не так много времени три минуты а хотелось бы еще вот про те игру да и как раз в то время появились вот это массовые продукты питания лимон да и лампа и продукт и предметы быта их принес венки да что угодно и методы быта вот например светофорда а продуктов питания было боже мой и конечно маски вот это конечно маска у нас из-за папье-маше я вообще ее боготворю эту маску потому что уникальный экспонат да они они появлялись чертик это козлик а это козлик хороший так вот появились эти маски как как раз перед великой отечественной войной потом прекратилось это производство потом возобновилась как раз 50-х годах массово у меня была такая леса до 70-х годов дожили а потом они стали пластик там мы не знаю бумага все это не то и конечно и появились вот эти вот дружба с китаем было эти фонари я как за вы понимаете как завороженный смотрел на них найти фонари которые висели везде на улицах магазинах школа в детских садах мне я считал это такой красотой стали копейки вот в общем то по этому образу и подобию стали делать всякие растяжки вот эти гирлянды такие мода была 65 начиная до сих пор экономила денежки на мороженом и шла детский мир и покупал эти снежинки бумажные вот сейчас они в музее висят тоже издала вот я прямо из одного угла комнаты вот у меня так это было везде там и когда показывают художественные фильмы которых вот новый год отмечает в те годы и годы и там висит это вот тут блеск мишура сегодняшнего дня мне прямо даже смешно смотреть но вы хотя бы спросите у тех кто еще живой я вам скажу что вот почему например еще ирония судьбы например для меня для моего но для поколений которые переданы конечно там ведь что было интересно там стоит елка ее особо так не афишируют там стоит дед мороз и снегурочка один в один которые были у нас потом там можно присмотреться еще какие-то игрушечки да я уж не говорю о других бытовых примерах и там собственно говорят и и тоже обыгрывается что у каждого в доме было практически одно и тоже да и когда ты смотришь ты как бы к этому времени прикасаешься и вот я еще вот это ощущение ведь игрушка она же как это ни странно живет долгую жизнь мы принесли экспонаты а ведь те кто достает игрушку которые еще бабушка маленькая вешала может быть где-то это же прямо как семейная реликвия мало кто иногда об этом что то что лежит до тридцатых ну до двадцатых чисел декабря где-то наверху это наши но в ценности наши ценности в тридцатые годы были какие-то матросы до испаева и на с испанием один самолет и другой были вот это все висело ли челюшнице первые лёчки парашютисты это все оттуда все оттуда я и порно вы знаете любой человек у кого есть корзина раньше это кардин и в коробках корзинах всегда это были корзины но там берешь берешь не сохраняется стекло и вот когда любая семья достает такую корзину мне кажется вот это очень большой эффект любви к родине это патриотизм то есть мы начинаем любить свои корни вообще все оказалось бы как какой-то стекло вот так но от души сколько вот спасибо вам большое потому что мы окунулись ну сейчас время новогодних праздников вот в эту историю и может быть несмотря на то что новый год уже наступил кто-то сейчас полезет туда наверх куда-нибудь или наоборот в подвал спустится и пыль сотрет и откроет этот раритет своей семья раритет страны и по-другому и может быть какую-то новую новомодную игрушку снимет и повесит старую спасибо вам огромно вас с новым годом рождеством над александ степана главный хранитель фондов муниципального учреждения культуры музейно-выставочный комплекс городского круголюберца буквально окунул у нас в новогоднюю историю потому что новый год иногда так хочется чтобы он не кончался с праздником вас программа открытый диалог всего доброго и и и и и Редактор субтитров А.Семкин